Хочу немножко навести порядок. То у Гордея, то у Андрея накапливаются вот такие вот ящики просто со всякими проводами. А это все, конечно, не очень хорошо. Ну и плюс они вот стоят просто открытые. В итоге все это покрывается пылью. Шок-контент. Вот так вот набивается пыль. В общем, хочу это разобрать. И, наверное, то, что останется, очевидно, останется не все, переложить в один из вот этих ящиков. У нас тут что-то более-менее заполнено, что-то полупустое. Вот в таком вот контексте. Или вот в таком вот. Либо совсем пустое. Таких довольно много. Вот. Сейчас я принесу маркер. Ну, в смысле, принтер, чтобы подписать. И разберу то, что осталось. И пылесос, конечно, чтобы очистить от пыли все это. Продолжение следует... Итак, полгода упрашиваний разобрать все это привели к тому, что я все разобрала, ну, не знаю, минут за семь. По некоторым компонентам есть вопросики, но я их задам. А некоторые компоненты... Я точно знаю, что с ними делать. Вот это, например, от эвановской игрушки. У него он такой... Ну, в общем, для набора юного электрика. Что-то типа такого. В общем, можно всякие цепи строить. Это, например, провод прекрасный USB-C USB-C, который подходит к моему, в частности, ноутбуку. Его надо в траву набор положить. Всякие форматные, неформатные провода. Вот это, насколько я понимаю, вообще антенна телевизионная. Вообще ни при каких обстоятельствах у нас, думаю, использоваться не будет. Нафиг. Здесь некоторое количество проводов, которые у нас дублируются. Соответственно, тоже нафиг. Вот такого длинного другого у нас нету. Соответственно, я думаю, что надо оставить один вот этот длинный. Остальные, которые, по-другому, где лежат, надо изничтожить. Вот как-то так. Вот летая пара тоже. Это короткий провод. У нас есть более длинный, рабочий. Тоже надо кому-нибудь отдать. Это, знаете, такая штука, чтобы прибавлять по одному. Вот такими пользуются, наверное, я не знаю, кто стюардессы в самолетах, когда людей считают. Так, а это у нас, мне кажется, это датчик газа на метан, пропан, бутан. У нас наверху такой висит. Хотели еще внизу повесить, но что-то так и не повесили. Надо, наверное, повесить. У нас есть датчик дыма, датчик СО наверху стоит. И датчик газа наверху тоже стоит, а вот внизу нету. Разбирала вещи, нашла. Это коробка от потерянных Apple Watch. Это от Apple TV, который мы отдали, и он к нам не вернется. Это от айфона, которым пользуется Evan, и мы его точно уже продавать не будем. Ну, тут видно, на что уходит благосостояние. Это с 13 по 15 айфонные. Ну, в общем, да. Все понятно, куда уходят денежки. Отдать. Пристроить внутри дома. Это беспроводная зарядка. Отнести в другое место хранения. Отнести в другое место хранения вот это что за желтый провод? Это какой-то световой, что ли? Да, это оптика. Ну, в смысле, бывает из того, что он понадобится, на самом линии, очень велика, потому что... Ну, если... Причем. Тогда туда. М? Туда. Вот этот кликер, этот каунтер, как он называется. Ты же хотела стать тюардессой. Я уже сказала, что это та штука, которую используют стюардессы, когда считают пассажиром. Не хочешь? Я не знаю, нет, она выглядит очень прикольно, но, кажется, у нас нет... Положи куда-нибудь. Куда-нибудь это куда? Положи к себе в стол тогда, не надо. Нет, она прикольная, она должна где-нибудь лежать, и все должны такие, ой, что это за хрень? Что это значит? Так, это установить? Это чего? Это вот... А, нет. Это я не знаю, кстати, от чего. Я не знаю, там нету названия бренда. Я уже посмотрела. 12-вольтовый. Слушай, я его клалил в электрику, наверное. Тогда, если в электрику, вот сюда клади. 12 вольт. Да, а я как раз готова оставить, потому что это стандартный разъем, который... Я понимаю, да, но они у нас есть ко всему, у меня даже один запасной есть. Запасный? Нафиг. Если, в смысле, а где он лежит, то и запасный. Мы с Гордеем раньше таскали компьютер, вот сюда, и у меня стояло. Вот это, ты считаешь, битый? Я не знаю, вот это я хочу проверить. Это USB-C, USB-C. Мне кажется, я его использовала для своего ноутбука когда-то. Вот это, если ты берешь с собой свою маленькую зарядку, ты можешь ее сделать немножко более удобнее. Я такой не люблю. Ну, потому что в поездку тащить вот этот хобот еще... Наоборот, в поездке очень часто бывает такое, что ты не можешь возьмут ноутбуку, удобно? Мой ноутбук работает без подзарядки 12 часов. Вот это, это очень важная штука, это аварийный робот, к нему можно воткнуть симку. В принципе, его даже с собой в поездке можно брать, к нему можно воткнуть симку, и он раздает в интернет свои файлы. Может, мы его поселим вот там, где роутеры у нас живут? Да, хорошая идея. Давай он там будет лежать, потому что когда он срочно понадобится, мы не будем знать, где он. Так, окей, все, кажется, про все понятно. Не знаю. Антенна непонятна от чего? Это понятно от чего антенна, это антенна от какого-то Wi-Fi модуля. Нет, где он? У Гордея, возможно, есть. А может, выкинули, потому что я нормально купил компьютер. Ладно, спасибо, что помогу все разобрать. Спасибо, что ты разобрала мой контейнерчик. Всего полгода уговоров, и я взяла все в свои руки. Ладно, окей, давай все я разнесу тогда. Все, ты в свои руки взять не можешь, тебе рук не хватит. Возможно, моему плану не суждено сбыться, потому что я думала, что мы сейчас куда-нибудь сюда что-нибудь разложим. Но в итоге большую часть отправили в секонд. Еще по ходу дела я залезла, разобрала коробки, перебрала. Мы храним некоторое количество коробок от дорогой техники и всяких таких вещей, которые собираемся в будущем, может быть, продавать. И когда есть коробка, никогда нет вопросов, не ворованная ли техника, и вообще лучше продается с коробкой. Вот, это то, что имеет шанс еще использоваться у нас дома. Сейчас я отнесу, у нас, в принципе, есть место, где хранятся провода. Я часть, наверное, туда распределю, а часть распределю к нашим travel вещам. Потому что некоторые вещи у нас для путешествия отдельно лежат, мы довольно много ездим. И каждый раз собирать по всему дому вещи не хочется, поэтому мы их прямо... В общем, храним в отдельном ящике, в шкафу, и когда куда-то едем, супербыстро можем собраться. Есть у нас на кухне такой вот шкаф, сюда вообще наваливают все, что не попали. Тут Соня витамины, например, принесла в какой-то момент, и теперь они тут поселились. Вообще, у нас есть вот такой вот ящичек для проводов, и там все в целом хорошо. И время-то времени я, конечно, что-нибудь там перебираю, лишнее выкидываю. Но есть у меня подозрение, что вот эти, конечно, сюда не влезут. Ну, то есть маленькие сейчас я сюда распихаю, а про большие надо подумать. Показываю, что в итоге получилось. Значит, я пособирала флешки, которые тут лежали на месте. Это наушники запасные, у нас у детей они улетают только в путь. Это от USB и от USB-C зарядка для часов. В принципе, у нас есть такие три в одном зарядки, но иногда нужны и такие. Это магнитные наши провода, это всякие переходники, европейские и американские. Здесь британская розетка, британский переходник. Это просто зарядка для айфона, американская зарядка, чуть более мощная. Витая пара, это Jack-Jack. Здесь лайтинг, но на самом деле вот эти уже скоро совсем себя изживут, потому что в пятнадцатом айфоне уже, слава богу, USB-C зарядка. Все. Ну и здесь всякие еще разные переходнички и микролампочки. Даже не помню, честно говоря, для чего они. Мне кажется, у нас такие были в... Не помню, честно говоря. Не буду брать. Возможно, в вытяжке в предыдущем доме надо, наверное, отсыпать, отвезти нашим арендаторам. Ну, все на этом пока. И надо тут еще немножко будет пыль протереть. Казалось бы, просто кроватка. Из кого-то сыпется песок. Как такое произошло? Вешалки вниз едут? Да, вешалки вниз едут. Переделка чердака у нас пока остановилась, потому что здесь пока живет Соня. И все вообще вот так вот. Она переехала к нам со всеми вещами. И пока на неопределенный срок. Поэтому пока вот так. Ну, и в общем, мы пытаемся что-то как-то обустроить. Я прошлась по этажам. Насобирала освободившихся вешалок. И вот у меня снова есть запас для следующей стирки. Еще размышления о благоустройстве дома. У нас освободились вот эти вот собачьи домики. Почему? Потому что вот они в таком состоянии. От них просто пахнет. В общем, еще с тех пор, как у нас шпиц жил, они начали на них писать. И как только появляется какая-нибудь третья собачка, они писают. На новые домики, я думаю, они тоже будут писать. Но их можно помыть. Эти нельзя мыть. Они такие текстильные. В общем, от них невозможно ничего отмыть. Все это воняет и не живет. У нас от них, в принципе, вот эти штуки, наверное, неизбежно надо выкинуть внутренние. А вот эти черные каркасы, я думаю, что можно использовать для чего-нибудь. В принципе, никакие там прикроватные тумбочки нам уже не нужны. Но можно либо сделать, например, подставки для цветочных горшков. Причем можно закрыть вверх паркетом, который у нас есть. Такой же, как лежит у нас на втором этаже. И где, собственно, цветы стоят. Ну или еще для чего-нибудь. В общем, выкидывать как-то жалко. Но, с другой стороны, если ничего хорошего не придумается, то и нафиг. Так, потому что у нас нету цели сохранить любой ценой. Только если действительно какая-то классная идея появится. У меня, кстати, есть вопросы к Дайсону. Вот, в принципе, симпатичная щеточка. Казалось бы, удобно. С ворсом длинным. Должна хорошо собирать пыль из всяких узких мест. Но, когда ты включаешь Дайсон, то она начинает сама себя внутрь засасывать. Сейчас продемонстрирую. Ну вот, как-то так. Я за сколько? За три года непрерывного вещения звезд. Даже не знаю, может, я от них подустала. Ну ладно. До конца зимы пусть повесят, потом уберем. А зачем вы ходите в ОК? Посидеть с друзьями, выпить. Гораздо более красивый. Видимо, поемки. Хотя у меня нет проблем с съемкой с аккумулятором. Наверное, то, что... О, он USB-C. Все. Будем заряжать его... Пропало. Тоже зарядкой, что и iPhone? Да. Еще он черно-голубой. Что, конечно, гораздо лучше, чем черно-оранжевый. Да, наконец-то. Все, пойдем. Ижи, ты хочешь взять? Не сейчас точно. Не вижу смысла. Ой, я... Все, придется брать. В общем, решила приклеить вот так вот. Потому что клеить вот так вот, наверное, может быть... В смысле, вверх ногами вот так. А может быть чуть более рационально. Потому что, если кто-то и бьется, то вот с этой стороны, с нижней. Но, мне кажется, большая вероятность, что она просто будет отклеиваться. А если вот так ее приклеить, то у нее центр тяжести будет в другом месте. И она будет хорошо держаться. А снизу тут все равно будут выступать... Снизу будут выступать вот эти штучки, которые тоже будут смягчать удар. Но, в любом случае, это место для удара головой, которое надо закрыть. Помолимся. Ну, вот так вот. Здесь снизу все закрыто. Не ударишься сверху. Сбоку закрыто. Ну, я надеюсь, что она не отвалится. Я приклеила ее в трех плоскостях. Тут в комплекте, в недокомплекте, который я купила, был двусторонний скотч. У Ивана заменила один, вернее, два органайзера на один. Ну, в общем, короче, немножко по-другому сделала. У него вообще этот ящик пустой. Этот ящик вот. Тут немножко одежда. И здесь у него игрушки. Надо разобраться с проводом. Тут витая пара, которую Гордейк вот это к себе утащил. Потому что ему нужно было проводное подключение. Бели вниз внизу. У тебя сейчас место для удара гораздо мягче, чем. Попробуй. Согласен? Что, собаченьки, второй дом у вишней не нужен? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...